Библейский портал экзегет.ру представляет Иеремия, собственно, дождался того, чтобы увидеть, как сбывается его пророчество. Его это не обрадовало абсолютно, потому что пророчество было страшное. И что, все закончилось? На почетный отдых, на персональную пенсию от Вавилонина, потому что Вавилонию не оценили, как Иеремия призывал, сдаться Вавилонинам. Да не совсем. Вот слово, которое было Иеремия от Господа. Опять? После того, как на Вузарада начальник телохранителей и отпустил Иеремию из Ромы, Новозардан отыскал Иеремию, закованного в цепи среди пленников, угоняемых из Иерусалима иудеи в Вавилон. Краткая справка. Значит, всех, кроме самых-самых бедных, из Иерусалима переселяют в Вавилонию, Иеремия тоже там оказывается скупом, но Новоходоносор, зная об Иеремии, посылает Новозардана Иеремию оттуда вытащить и оставить его в покое, оставить его в Иерусалиме. Итак, Слово Господне. Что же еще? Еще раз. Давайте посмотрим. Привели Иеремию к начальнику телохранителей, и тот сказал Иеремию. Это же у нас как раз в Вавилоне, Новозардан. Господь, Бог твой, предрек беду этому месту, и теперь исполнился, вышел Господь то, о чем говорил бы выгреш, или пред Господом голоса его не повиновались. Потому и случилось с вами все это. До него дошло, как хотел Иеремия, чтобы его соотечественники, его сограждане, жители Иерусалима и иудеи в это поверили. А дошло до начальника телохранителя. Почему дошло? У них парад победы. Они взяли Иерусалим, все хорошо, трофеи несут домой, пленников ведут. О, это Бог нам помог. Как люди даже внешне далекие от Бога с удовольствием соглашаются, что Бог им посылает какие-то великие удачи, успехи, победы, что это все от Него. И как даже самые глубоко верующие люди не хотят принимать весть о том, что это их грехи, то, что заставляет их страдать, как они не хотят это менять. «Ну, сегодня я освобождаю тебя от оков, что на твоих руках», это говорит вавилонский военачальник Новозародана Иеремия. «Если хочешь идти со мной, Вавилон, иди, я позабочусь о тебе. Если же не хочешь идти со мной, Вавилон, оставайся. Смотри, вся страна пред тобой. Куда захочешь и сочтешь нужным, иди туда и иди. Идти туда и иди. Наконец-то он на свободе. Враги освободили, свои в тюрьму сажали. Если ты останешься, то возвращайся к Гиделиису и Нуахикама, внуку Шафана, которого царь Вавилонский назначил правителем над городами Иудеи. Ну, то есть наместником Вавилонского царя, оккупационный режим там устанавливать. Живи при нем, среди этого народа, иди, куда сочтешь нужным. Начальник телохранителей дал Иеремии еды и подарок, и отпустил его. Впервые свободен, но вряд ли сильно счастлив. Оказывается, бывает и так, что твое личное благополучие идет в разрез с историей твоего народа. Иеремий пришел в Мицпуг Гиделиису и Нуахикама, и жил при нем среди людей, которые были оставлены в стране. То есть жил при Вавилонском губернаторе, при его колониальном управителе. Военачальники, которые скрывались со своими людьми в пустыне, узнали, что царь Вавилон назначил Гиделию, сына Нуахикама, правителем над страной, правителем над мужчинами, женщинами и детьми, самыми бедными жителями страны, которые не были угнаны в Вавилон. И пришли к Гиделию в Мицпуг со своими людьми. Вот, смотрите, это те, кто при нашествии в Вавилоне он бежал, они понимали, что им не выстоит, да, и не стали сопротивляться, но выжидали момент. Итак, кто это? Измаил, сын Нитани, Иоханан, Ионатан, сыновья Карех, сырая, сын Танхумата, сыновья Эфа, изнатофы, изания, сын жителя Майхи. Даже имени этого человека нет, но неважно. Вот остатки каких-то полководцев, кто-то, кто хоть меч умеет в руках держать, что же с ними делать, составлять из них армию, воевать с Вавилонинами, или наоборот, идти с ними на службу к Вавилонскому царю. Гидельяс Инахикама, внук Шафана, этот самый у нас коллаборизационист и наместник Вавилонин, поклялся им и своим людям. Не бойтесь, служите халдеям, оставайтесь в стране, служите царю Вавилона, и будете вы благополучны. Я остаюсь в Мицпе, чтобы служить халдеям, которые приходят к нам, а вы запасайте вино, смоку, оливковое масло, наполняйте ваши сосуды, и живите в городах, которыми вы завладели. Собственно, Иеремия это и предсказывал, кто останется, будет жить в своих городах, и жизнь будет ему наградой. А еще и свобода в данном случае. И даже какое-то, ну пусть не изобилие, но материальная самостоятельность. Иудеи в Муаве, в стране сынов ОМОНа, в Идоме и в остальных странах окрестных, да, то есть это те, кто бежал от Вавилона, а может и раньше туда перебрался. Также услыхали, что царь Вавилонский оставил часть народа в Иудее и назначил там правителем Гидалию, сына Ахикама, внука Шафана. Вернулись эти иудеи из тех мест, куда прежде бежали. Они пришли в Иудее, Гидалии в Мицпу, и появились у него в изобилии вино и смоку. Вот все как-то налаживается. Иоханан, сын Кареоха, и все военачальники, которые скрывались в пустыне, пришли к Гидалии в Мицпу. Они сказали Гидалии, неужели ты не знаешь, чтобы Алис, царя Манитян, послал Измаила, сыл на Нитни, чтобы он убил тебя? Они уже начинают между собой такие интриги плести. Царь, заговор, заговор среди твоих ближних. Но Гидалия, сын Ахикама, не поверил им. Иоханан, сын Кареоха, тайно сказал Гидалию в Мицпе, «Позволь, я пойду и убью Измаила, сына Нитни, и никто ничего не узнает. Зачем допускать, чтобы он убил тебя, и все иудеи, которые собрались к тебе, были снова рассеяны, чтобы остаток Иуды погиб?» Гидалия, сын Ахикама, ответил Иоханану, сыну Кареоха, «Не делай этого, не правду ты говоришь об Измаиле». Вот поди, разберись, кто прав, кто нет. В 41 главе узнаем, кто прав, а кто нет. Субтитры создавал DimaTorzok